Белая дама Их можно встретить около лагеря Лазурной, в парке Виннера и даже тут, в абсолютно неприглядном домике Дом-музей Зиновия Соловьева, или просто домик Соловьева, является самым старым строением Артека, построен в начале 19 века Своё первое прозвище он получил по очевидной причине В нём любил останавливаться Зиновий Петрович Соловьёв, председатель российского общества Красного Креста и инициатор создания Артека Но есть у этого здания ещё одно имя – Чёртов домик Чёрти здесь, конечно, не живут, но вот увидеть призрака вполне возможно Белой дамой Артека, ещё даже с тех времён, когда никакой республики детства не было и в помине Работает призрак Миледи, а точнее Жанны Деламот, которой послужила прообразом Леди Винтер из «Трёх мушкетёров» В жизни авантюристка Деламот мало чем отличалась от своего литературного персонажа На её счёту десятки подвигов, в том числе и присвоение королевского алмазного ожерелья По снословной стоимости В Крым Жанна попала не по своей воле После нескольких побегов и смены стран Новую подданную России Александр I сослал подальше, с глаз долой Она поселилась у подножия Аюдага в одиноком домике Некогда построенном местным мастером по выжиганию извести Выбор этой сторожки был не случайен В то время это было единственное жильё на всём побережье от Гурзуфа до Аюдака Но смена обстановки с роскоши европейских домов на полусарай под самым боком Аюдага Не успокоила графиню Она берёт под свой контроль всю контрабанду на побережье Под своей крышей собирает лучших мистификаторов Домик простым людям виделся не иначе, как Чёртовым Чёртов домик до сих пор находится в самом центре лагеря морской С тех пор здесь много кто успел побывать Например, в 1925 году здесь была артековская кухня А последующие три лета здесь отдыхал сам основатель лагеря артека Зиновий Петрович Соловьёв со своей супругой Маргаритой Ивановной В 1929 году в доме открылась экспозиция музея Зиновия Петровича Соловьёва Которая просуществовала до эвакуации артека в 1941 году В послевоенные годы здесь жили вожатые Нижнего лагеря Затем там хранились материальные ценности Но сегодня Чёртов домик ожидает своей реконструкции Кто знает, какие тайны ещё хранят эти стены Страшная история о крымской миледе Артековцы рассказывают друг другу каждую смену А поток желающих найти ожерелье не иссяк до сих пор В общем, легенда живёт и процветает Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова